Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии на восток Англии в такие два города, как Ипсвич и Феликстоу, я расскажу про посещение нашего второго города под названием Феликстоу. В Феликстоу мы приехали в районе 6 часов вечера и сразу же пошли заселяться в отель, так как на улице было уже темно и только горели фонари и практически не было ни души. Поэтому было страшно просто гулять по городу. Наш отель находился неподалеку от железнодорожной станции и назывался он «Хотель Орвел». Мистический звучит, не правда ли? Я как раз стала читать роман 1984, но, конечно, где-то там на 60-й странице захлопнуло и больше не собираюсь его читать. Очень страшный дурдом, так скажем, в принципе, то, что сейчас происходит в мире. Ну ладно, проехали. Орвел. Очень красивый отель. Мы, когда подходили к нему, искали главный вход и там через окно видели, что сидит большая-большая компания или семья. В ресторане, там есть еще и ресторан, все так красиво украшено, как будто Рождество на дворе и люди что-то праздновали. Мы так поняли, когда уже зашли в отель, что был юбилей какой-то бабушки и вся семья огромная собралась поздравлять ее. Ну, мы так незаметно прошмыгнули, что смогли, пофотографировали внутри отеля ресепшн и лестницу. Обалденная картина Елизаветы II висела в фойе на ресепшене. А уже в номере я по максимуму пофотографировала, как выглядел номер. Нам он очень понравился. За номер за одну ночь мы заплатили 50 фунтов и очень сильно топили. Я помню, мы спали даже с открытым окном. То есть, такого отопления от Англии мы не ожидали. На утро мы проснулись и пошли изучать город Феликстоу. Феликстоу – это город и морской порт, который находится на побережье Северного моря в графстве Сафолк. Поселение получило свое название из-за близости к порту Феликстоу, который является самым крупным портом по контейнерным перевозкам. Городок расположен в эстуарии рек Орвел и Стоур напротив города Харвич в графстве Эссекс, о котором я вам когда-то рассказывала. Если кто хочет, смотрите в этом ролике. В Феликстоу, как и в других приморских городках, очень мало достопримечательностей, но основная достопримечательность для нас – это море. Музей мы не нашли. Возможно, он и был где-то, но я знаю, что по воскресеньям практически все музеи закрыты, поэтому мы и не стали искать, а просто пошли гулять на набережную, наслаждаться солнышком и морским бризом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, переночевав в отеле на следующее утро, мы направились гулять по городу в сторону набережной, в сторону моря. По пути нам встретилось несколько чарити-шопов, это комиссионные магазины в Англии так называются, и, ну, естественно, это наш любимый вид деятельности в поездках, что-нибудь присмотреть себе и купить по дешевке. Мы стали рассматривать вещи, предложенные в продажу, и тут я заметила, что огромное количество бабушек вокруг меня, что-то суетится, что-то рассматривает тоже и примеряет, и между собой общаются там, рассказывают последние новости. В общем, у них эта прогулка по чарити-шопам как развлечение выходного дня. Потом они со мной заговорили, узнали, что я приехала из России, что я учусь в Англии. И, в общем, им было интересно, новые люди какие-то. Городок небольшой, они там все друг друга, видимо, знают, и тоже что-то советовали. Вот посмотрите, вот эту вещь, вот эту вещь. В общем, пообщалась я с бабушками, им было приятно, ну, а мне тоже интересно, что они порассказывают. И затем мы вышли уже на набережную. Там открывался величайший, красивый вид на море. Это наше любимое времяпрепровождение. Все поездки с мамой особенно я выбирала на берег моря. День был солнечным, мы даже разделись, ходили в футболочках и загорали. Даже некоторые смельчаки умудрились поплавать в море. Ничего удивительного, очень часто британские моржи плавают в зимний период времени в море. Спустились к морю, попили там чаю, который мы заварили в отеле. Мы брали с собой небольшой термос и чашечки. В общем, провели чаепитие в Феликстоу. Люди прогуливались по набережной со своими собаками. Замечу, в Британии даже большие собаки гуляют без поводков и намордников. В отличие от Петербурга, где нас недавно оштрафовали за то, что наша малюсенькая Челси гуляла рядом с нами без поводка. Затем мы вышли на пирс, там тоже нафоткались. Я завязала себе бант из своего шарфа. И мы поставили фотоаппарат на самофотографирование и стали тоже там как-то весело позировать. В общем, развлекались как могли. Дальше мы снова пошли по набережной, рассматривали различные цветочки, какие-то цветники, небольшой парчок. Потом на берегу мы наблюдали за кладоискателями, которые металлоискателями как раз обходили берег. И даже что-то нашли, ну уж не знаю, ценные или нет. В общем, люди в Англии, которые живут на побережье, часто выходят на пляж и начинают вот этими приборами искать какие-то ценности. На пирсе мы нашли вот такой вот туалет, сделанный в морском стиле. Я заметила красивые зеркала и решила там нафоткаться. И мы с мамой сделали фотосессию в туалете. С пирса открывался великолепный вид на город, на набережную, на вот эти вот пляжные домики, которые есть практически в каждом приморском городке. И мы, налюбовавшись этими видами, пошли назад в город. Затем мы нечаянно нашли вот такую вот шапку. Мама нарядилась в неё, у неё уши мёрзнут. И улеглась на лавочке поспать, отдохнуть. Ну, мы очень много ходили в этот день, и она устала. Немножко посидели, позагорали на солнышке, посмотрели на море, подышали морским бризом. И, в принципе, уже пора было собираться домой. Зашли в отель, забрали сумки и направились в сторону вокзала, где полпятого уже сели в поезд Грейта Англия. Обычно в таких поездках в пути я делала свои курсовые работы, так как мне надо было заниматься. А выезжая на целый уикенд, у меня на это не было времени, поэтому училась я в пути в поезде. Один билет в сторону Лондона нам обошёлся в 13 пунктов. То есть, это где-то 1300 рублей. И он шёл, опять же-таки, обратно через город Ипсвич. То есть, там мы делали пересадку. Но там небольшой такой прогал был, 15 минут, чтобы мы успели перейти с одной платформы на другую. И, сев в наш следующий поезд, уже буквально в полседьмого мы были дома в Лондоне на станции Ливерпуль-стрит, откуда мы направились обратно ко мне домой. На тот момент я жила в западном Кенсингтоне. И все благополучно вернулись из нашего двухдневного путешествия. Вот так вот мы развлекались в ноябре, потому что в ноябре, в принципе, в Лондоне делать нечего, ну, кроме Дня Поминовения, на который мы, по-моему, в 2018 году тоже сходили. Об этом я уже рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Королевская семья собирается на улице Уайт-Холл около памятника Кен-Атаф и все политики. И возлагают венки в память о погибших английских солдатах в различных войнах. Вот пока и все, что я хотела рассказать о наших с мамой путешествиях. На этом все. Не прощаюсь с вами. Говорю до свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok